Здравствуйте! В эфире Наши Новости в студии Василий Морозов. Смотрите сегодня в выпуске. Два воздушных инцидента, один из которых завершился трагедией. На Алтае состоятся похороны барнаульских пилотов. Комнатные условия или никаких поблажек? Наши корреспонденты оценили, как проходит процедура ЕГЭ на дому. Творческая смена. Духовой оркестр из Барнаула примет участие в международном музыкальном фестивале во Франции. Аномальная жара обрушилась на Алтайский край. В МЧС даже передали штормовое предупреждение в связи с тем, что столбик термометра в течение пяти ближайших дней будет днем держаться на отметке в 30 градусов и выше. Такая погода может не только повлиять на пожароопасную ситуацию в регионе, но и спровоцировать ухудшение здоровья людей. По данным врачей, пока от перегрева на солнце никто не пострадал, но и жара только-только пришла в регион. Как взною уберечь свой организм обычным людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, советами делятся медики. В жару, если человек неправильно одевается, если человек недостаточно употребляет жидкости, происходит сгущение крови и все вытекающие отсюда последствия. Людям с хроническими заболеваниями как можно меньше находиться на открытом солнце, предотвратить воздействие прямых солнечных лучей, одежда тоже желательно светлых тонов, чтобы она отражала солнечные лучи. Достаточно воды решим, жидкость решим. Человек должен употреблять большое количество жидкости, жидкость должна быть прохладная. Пассажиры самолета, который сегодня утром совершил экстренную посадку в Барнауле, вылетели в Санкт-Петербург. В авиакомпании «Ирайера» сообщили, рейс был назначен на 16.40 по местному времени. Напомним, лайнер «Суперджет-100» авиакомпании «Ирайера» следовал из Иркутска. На борту находился 91 человек, не считая членов экипажа. По имеющейся информации, в самолете сработала аварийная сигнализация из-за того, что один из двигателей не работал. Пилотам удалось успешно приземлить лайнер, никто из пассажиров не пострадал. А вот другой воздушный инцидент, который произошел на выходных под Новоалтайском, обернулся трагедией. Завтра состоятся похороны двух пилотов, разбившегося частного самолета Як-52. Прощание с Денисом Колбином состоится 19 июня с 10 до 12 в Иоанн на Богословской церкви. С Сергеем Кузнецовым 20 июня в ритуальном зале на улице Германа Титова. Следственный комитет занимается расследованием происшествия. Почти на 20 сантиметров уровень воды в Аби в районе барнаульского поселка Затон превысил критический. На сегодняшний день там потоплено 6 улиц. Передвигаться по Затону можно исключительно в гидрокостюмах, резиновых сапогах или на хорошо проходимых автомобилях. На остров в Шубинске можно попасть лишь через понтонный мост, объездной пункт перекрыт. В случае ухудшения паводковой обстановки созданы запасы продовольствия, определенные места возвышенности, куда в случае дальнейшего повышения уровня воды отгонят животных. Все жители поселка проинформированы о пунктах временного размещения. По прогнозам сотрудников МЧС уровень воды в Аби будет расти еще пару суток. На данный момент разлив реки по большому счету интересует только рыбаков и купающихся. Вода в обычном режиме у нас, луга затопила, дома ничего нету, в подполе сухо. Мы в свое время позаботились, подсыпали все, ну, примерно на 6 метров. Так что вот до 6, лично мы вообще ни о чем не будем думать. Ну, а так как вода уже вверху падает, все-таки я думаю, что ничего, никаких таких серьезных подтоплений не будет. В крае начался ремонт региональной трассы по направлению Назаринск. Дорога ждала обновления не один десяток лет. Этим летом ее, как и ряд объектов в Барнауле, Новоалтайске, а также в нескольких районах, наконец отремонтируют за счет федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня на одном из участков Заринской трассы специалисты и общественники оценили качество проводимых работ. Результаты рейда знает Кирилл Политов. Это финальная стадия перед укладкой покрытия. Здесь на конвейере смешивают различные компоненты. Главное в основе – песок и щебень. На выходе получается всем известная смесь. Процесс автоматизирован. Именно поэтому, говорят специалисты завода в Новоалтайске, брак практически исключен. Имеется программное обеспечение. Вы в операторскую заходили, видели это все. Оператор следит за отдельными узлами. На каждом определенном узле стоят датчики, концевики. То есть где-то какая-то ошибка. Сразу срабатывает система безопасности. Вот эти брикеты взяты уже с уложенного асфальта. Так что, когда в свежем покрытии появляются ровные скважины, удивляться не стоит. Это дело рук мастеров из лаборатории завода. Именно здесь уже готовый или будущий асфальт проходит экзамен на мировые стандарты. Это прочностные характеристики. Водонасыщение, водостойкость, морозостойкость, двиговые характеристики. Целый ряд показателей. Нужно сказать, что асфальтобетоны, которые кладутся у нас в регионе, выстаивают не один нормативный срок. Гарантийный срок покрытия асфальтобетонного 5 лет. Как правило, 10 лет покрытия влеживает без каких-либо проблем. На этом участке постоянный поток машины, погодные условия Сибири буквально разбили дорогу. Да и, видимо, исчерпала она тот самый нормативный срок. Последнее время полотно в направлении Заринска напоминало скорее решето. Теперь о бездорожье можно забыть надолго, уверяют инженеры-строители. Не успели дорожники укатать слой, как сюда тут же устремились подрядчики и представители регионального народного фронта. С помощью специального прибора, да и просто на ощупь, пытались оценить качество. Увиденным вроде бы остались все довольны. Общероссийский народный фронт реализует проект следующий. Дорожная карта ВНФ, карта убитых дорог. В настоящее время на карту, он также реализуется второй год, в настоящее время на карту граждане, любой гражданин, может нанести участок дороги, который, по его мнению, нуждается в ремонте. И в настоящее время только в городе Барнауле таких участков и дорог 290. На более чем 11 свежих километров в сторону Заринска потратят почти 130 миллионов рублей. Такой стоимости, заверят эксперты, удивляться не стоит. Лидирующую позицию в строке расходы по-прежнему занимают материалы. Всего же до конца года в Барнауле и Новоалтайске новенькое покрытие появится на 52 улицах. Так что дороги, обещают мастера, станут качественными и безопасными не только на бумаге. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. Алтайские фермеры должны объединиться, малый бизнес развиваться, экономика взлететь вверх. Таковы основные тезисы программ от возможных кандидатов, что может выдвинуть Единая Россия на пост губернатора края. Накануне претенденты представили их на форуме «Алтайский край. Энергия. Развитие». По сути, это были праймеры, то есть предварительные внутрипартийные выборы кандидата на должность главы региона. Встреча прошла в Благовещенском районе. Еще три такие пройдут в других территориях края до конца июня. Кто претендует на пост губернатора Алтайского края и как планирует развивать регион? В репортаже Валентина Аскеровой. На сцене Благовещенского ДК четыре кандидата на пост губернатора Алтайского края. Председатель комитета КЗС по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов. Председатель комитета КЗС по социальной политике Татьяна Ильиченко. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Нестеров. И в Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Каждый из претендентов представил программу развития региона на ближайшие годы. Их оценило больше 300 человек. Депутаты-единороссы, представители муниципальных органов власти и руководители районных СМИ. Слушатели активно задавали вопросы. Какие новые меры поддержки предпринимательства? Возможно, программы. Возможно, у нас на территории края. Информационная поддержка. Да, безусловно. Банковская поддержка. Потому что сегодня нужно стартовый капитал для развития. Есть идея, даже не хватает определенного стартового капитала. Каким вы видите сельское хозяйство через 5 лет? Какие изменения должны произойти? В каждом селе должен работать либо коллективное предприятие, которое у нас сегодня работает, либо это сельскохозяйственный кооператив, либо даже фермера, которые должны мелкие. У нас 2500 фермеров должны все-таки сегодня условия их заставлять объединяться. Обязательно нужны профессиональные кадры. Вот на этом я бы хотела остановить свое внимание. Чтобы у нас промышленники и товаропроизводители в тесном контакте работали с нашими профессиональными организациями. Чтобы на выходе мы уже получали востребованного рабочего. Программу представила временно исполняющая обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Еще до праймерис он пообщался с местными жителями и на основе их обращений сформировал свой план развития. По мнению Виктора Томенко, ставку прежде всего нужно делать на экономику региона. А для этого надо развивать сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Эти сферы, как локомотивы экономики, и позволят поднять зарплаты жителям края, а сам регион будет процветать. Достигнуть этого, по словам Томенко, можно только путем тесного взаимодействия власти с народом. Я, в свою очередь, ставлю задачу правительства региона наладить. Он есть, но надо его совершенствовать, надо его развивать. Прямое общение властей всех уровней, и краевых, и муниципальных, с жителями края. Ситуации, когда власть не интересуется мнением людей, для меня лично неприемлемы. Виктор Томенко пообещал, что такие программы, как 80 на 80, 85 на 85, по которым строят социально значимые объекты, будут продолжены. Кстати, в ходе форума в Рио губернатора задали вопросы о капитальном ремонте убитых дорог, коих в крае немало. Здесь есть перспектива некоторые наши объекты передавать все-таки на федеральный уровень, высвобождать немного денег, для того, чтобы направить их на остальную сеть автомобильных дорог. В Рио губернатор уверен, направить больше средств на ремонт дорог позволит передача 400 километров трассы от Барнаула до Казахстанского Павлодара с краевой федеральную собственность. Работа по переводу статуса уже ведется, отметил Виктор Томенко. Напомним, в Благовещенке прошла первая встреча кандидатов на пост губернатора края от «Единой России». Всего их будет четыре, впереди форум в Рубцовске, Бийске и Барнауле. А 28 июня состоится итоговая краевая конференция партии, на которой выберут одного из четырех претендентов. Именно он и пойдет на выборы губернатора 9 сентября этого года как кандидат от «Единой России». Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. Кроме того, Виктор Томенко посетил несколько промышленных и социальных объектов в Благовещенском районе. В частности, строю площадку нового котельного цеха «ТЭЦ Кучук с Ульфатом». А также прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Топчихинской ЦРБ. Напомним, за последние два года больница потеряла порядка 30 медработников. Врачи на условиях анонимности рассказали корреспондентам Политси Бру, что основная причина увольнений заключается в поведении главного врача ЦРБ Константина Зиновьева. Из-за неприязненных личных отношений руководитель якобы создавал условия, чтобы сотрудники писали заявление об увольнении по собственному желанию. По мнению самого главврача, причина увольнения специалистов в низких зарплатах. По его словам, медучреждение сейчас остро нуждается в анестезиологах, реаниматологах, хирургах и неврологах. В рио губернатора Виктор Томенко обещал разобраться в причинах непростой ситуации сложившейся крупной ЦРБ. Есть сигналы, будем их проверять. Сигналы обязательно будем проверять. Есть. И если там где-то у нас сбои произошли, будем восстанавливать. И справедливость, и порядок с другой стороны. Порядок тоже должен быть. По этому конкретному вопросу будем заниматься. Министерство получит свои поручения от меня. Сегодня в крае более трех тысяч школьников писали единый экзамен по биологии и иностранным языкам. Герой из следующего сюжета сдал несколько предметов, не выходя из своей комнаты. Как прошла процедура ЕГЭ на дому, расскажет Ирина Корчагина. Запрещается разговаривать, пересаживаться. Разговаривать и пересаживаться в помещениях, где ты наедине с организаторами ЕГЭ, затея плохая. Сегодня Ярослав Шишов сдает экзамен по биологии. Для одиннадцатиклассника это последний рывок, и сделает он его в своей комнате. Год назад парень, спасая котенка, потерял обе руки. Недавно в Германии ему подобрали протезы. Писать с ними пока тяжело, поэтому вписывать ответы за него будет ассистент. Мне дается 4 часа, как у всех, и плюс полтора часа. Это очень многое значит, потому что можно все перепроверить. Я всегда их брал. Для таких школьников не делают никаких поблажек в процедуре сдачи ЕГЭ. Трансляция с экзамена записывается на камеру. Организаторы ассистента следят за тем, чтобы ученик не достал телефон. В этом году в Крае в таких комнатных условиях сдают экзамены 18 человек. Это те дети, которые либо постоянно обучались на дому, получил вот такие травмы, как Ярослав, либо те дети, которые получили травмы накануне экзамена, им организованы пункты на дому. С будущей профессией Ярослав уже определился. Парень видит себя психологом. Из-за полученных травм пришлось забыть о планах. Думали, может, военный может быть в полицию, что папа у нас в полиции. Как бы такого конкретно не было, но предполагали, потому что здоровый парень занимается спортом. Через две недели Ярослав узнает результаты экзамена по биологии. И уже тогда можно будет задумываться о выборе вуза. Больше всего он мечтает уехать в Санкт-Петербург. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости. Барнаульский детский духовой оркестр «Ритмбенд» примет участие в международном музыкальном фестивале, что состоится этим летом во Франции. Оттачивать свои выступления ребята будут не в привычном зале для репетиции, а на южном берегу Крыма, в Артеке. Через несколько часов наш оркестр присоединится к творческой смене. Что ждет от заезда «Ритмбенд» и почему эту поездку считают престижной и заслуженной, до отъезда успела узнать Елена Кузовкина. На плацу Барнаульского дворца культуры они устроили музыкальное дефиле. Репетируют свою визитную карточку. Это 10-минутная нарезка из самых ярких номеров. На творческую смену в Артеке «Ритмбенд» едет второй раз. На берегу Крыма соберутся лучшие детские коллективы России. 30 из них – духовые оркестры. Будут отдыхать и учиться. Встреча с замечательным джазовым музыкантом Бутманом. Мы очень рады. Вновь будем встретиться с ним и получить от него мастер-класс. Ну и еще много-много мастер-классов от именитых, знаменитых, великих духовиков России. Пожалуй, самым зрелищным и масштабным будет выступление сводного духового оркестра. Все коллективы соберутся в один, а это несколько сотен человек, и исполнят полноценную программу. Транслировать выступления будут на канале «Культура» и «Россия». Ребята не скрывают, немного волнуются, ведь на сцене случается всякое. Я видела, как палочки у вас падают во время выступления. Что это? Это ЧП? Это? Нет, это очень легкая ситуация. Потом вот так бац, из сапога вторую палочку достает. Ах, у вас есть запасные в сапогах палочки. Такой небольшой лайфхак. Главное, чтобы все инструменты были целы и в рабочем состоянии. В оркестре множество духовых и ударных. Именно поэтому передвигаться по стране приходится на поездах. Так можно сэкономить на перевозке багажей. К слову, оплачивают поездки в основном родители. Ребята, вы уже решили, кем в будущем станете? Ну, я думаю, по специальности идти дальше. К сожалению, решил, да. К сожалению, это не музыка, если к сожалению? К сожалению, музыка. Для родителей, к сожалению. После творческой смены в Артеке, Ритмбенд вернется домой. Правда, ненадолго. В августе ребят ждут на международном фестивале во Франции. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости. Мечтаете сделать ремонт в квартире или отправиться на отдых всей семьей? Осуществить желаемое поможет Банк Восточный. Он приготовил интересное предложение для своих клиентов. По данным Национального бюро кредитных историй, сегодня соотечественники все чаще обращаются в банки для оформления кредита на разные нужды. Мы обратились к посетителям банка с вопросом о том, на какие цели им нужны заемные средства. Ремонт сделать. Или купить автомобиль. Нам сейчас введут газ, в первую очередь хотелось бы взять деньги на газ. На ремонт жилья, я считаю, или строительство дома. Потребности у всех разные, и от того разные суммы кредита. При этом его средний размер в России неуклонно растет. Так, в апреле 2018 года он составил 209 тысяч рублей, хотя еще в марте был почти на треть ниже. Растет процент тех, кто приходит к нам за суммами шестью нулями. Миллион, два и даже больше. В таком случае им не подходят стандартные продукты. Но для них Банк Восточный готов предложить кредит под залог недвижимости. Продукт с очень большим финансовым потенциалом. Оформление кредита под залог имеет свои преимущества. Главное из них – возможность совершить крупные приобретения. Риск остаться без жилья минимален. Международная практика использования заемных средств под залог имущества хорошо зарекомендовала себя в нашей стране. Максимальная сумма, которую можно оформить в Банке Восточный, составляет 30 миллионов рублей. А ставка начинается от 9,9 годовых. Эти два фактора, плюс неограниченные возможности применения средств, обеспечивают кредиту популярность. К тому же, получить денежные средства можно еще до окончания регистрации объекта залога в Росреестре, а снятие наличных бесплатно. Реализовать свои планы сегодня, пожалуй, легче, чем когда-либо. Для этого достаточно обратиться в Банк Восточный за кредитом под залог недвижимости. Анастасия Бертенева, Алексей Фризин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Трофеи». Все для рыбалки, охоты и туризма. В «Трофее» найдется все для отличного летнего отдыха. Палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от комба. Покажи своей девушке настоящую романтику. Сходи в поход с семьей. Приготовь ужин на костре. Будь мужиком. Сеть магазинов «Трофей». Завтра в крае жарко, местами пройдут дожди с грозами. Плюс 28 прогнозируют в Рубцовске, 33 выше нуля в Заринске и 35 в Белокурихе. В Барнауле ночью без осадков и около 19 градусов тепла. Днем до 31. Во второй половине дня ожидается ливень. А я с вами на этом прощаюсь. Плодотворной вам рабочей недели и всего хорошего. Филипп Терехов на фронте 42-го года. В 43-м с бойцами взвода переправился через Днепр. Под его командованием минометчики участвовали в бою за опорный пункт и, ведя меткий огонь, уничтожили взвод противника. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб в бою на Украине.